доброе утро мои хорошие доброе утро у меня сегодня такой завтрак на бегу время еще темно так я вот тут готовила на обеды что осталось то я в принципе и поем она холодная так прям совсем чуть-чуть три наггетса сосиски девчонки меня балуют опять мои девочки с дзена меня поймали отловили и вот такую вкуснятину подарили и корочку света спасибо огромное вот конечно мне очень неудобно очень неудобно но все равно огромное огромное спасибо балуешь меня икоркой я вообще икру очень сильно люблю и вот такие вот пироженки эти пироженки очень вкусные я как-то уже брала вроде на день рождения себе что ли брала они очень вкусные я сейчас один съем а икру я вообще не ела 100 лет хотя икру я очень обожаю но она такая дорогая я себе даже на новый год в этот раз не покупала икру так я съем два наверно пироженки а то чё у меня ну что это завтрак три какие-то сосиски замухрышки я уже намариновала курицу и это на вечер никак могу продрать глаза не могу продрать глаза еще темно я думаю быстро вот что найду то и позавтракаю я убежала когда я так быстро завтракаю у меня даже кофе остается и кофе не допиваю думаю может быть маленькой кружки делать но я потом прихожу и холодная кофе с молоком просто прелесть холодная кофе с молоком поэтому я к вам на десять минут просто мне очень захотелось показать вот вчера буквально девчонки такой презентик мне сделали огромное спасибо балуйте меня икоркой если честно прям даже не знаю мне есть то ее страшно и хочется и есть страшно потому что но ее так мало она такая вкусная она так быстро исчезает а я вообще такая вот рыбная икорная душа я очень люблю кальмары рыбу всевозможную икру красную в общем я рыбная душа так они вот эти пироженки у нас в индивидуальных ячейках но их прямо отсюда вот так тяжко достать сейчас я вам покажу они маленькие тоже буквально на вот на 1 2 укуса поэтому не думайте что они очень какие-то большие там пирожные я брала очень вкусненькие это у нас продается в евроспаре я как-то на день рождения брала себе такие пироженки или на какой-то другой вечер не помню или просто что-то сладенького хотелось и вот такая вот здесь есть это как знаете вот такие корзиночки которые раньше были помните у нас с кремом все мы их очень любили они были правда такие большие я очень любила у них там внутри еще такой джимик все девчонки мне сейчас некогда разглагольствовать я же еще курицу быстро-быстро мариновала на вечер мне же надо чтобы она за несколько часов промариновалась спасибо огромное еще раз веточка спасибо спасибо огромное девчонки вы меня балуете вот это конечно я вообще не ожидала балуйте меня красной икрой я это видео не заканчиваю я скорее его продолжу уже вечерним ужином все я побежала сейчас классно кофе это все съем и побежала ой я уже дома слышите а какой у нас ливанул я еще шла думаю такие тучи черные прям черные думаю успеть бы потому что у меня нету ни зонта ничего я шла уже через чижик и там к светофору подходила думаю сейчас ливанет сейчас ливанет но нет успела потому что такой дождь ветер меня бы даже капюшончик не спас зонт я с собой не взяла хотя думала рюкзачок кинуть дом так зашла в чижик потратила 2000 рублей что купила вообще не пойму вот выложила на стол сейчас смотрю что купила ничего практически не купила почему так много денег не поймешь а потому что все конечно дорого все дорого так чего у меня тут нет я купила немного мороженого потому что сами знаете я люблю с кофе мороженое утром на завтрак бывает и когда я в чижике бываю о слышите очень сильный прям ливнюка но я уже как минут 40 наверное дома поэтому сейчас буду готовить ужин так смотрите мороженое купила но сегодня прям купила совсем немного мороженого по 39 рублей я его уже убрала в морозилку и купила два пакета цветной капусты по 159 рублей это тоже я уже ну кто знает смотрит меня давно я запасаюсь уже с пятницы там в субботу бывает в воскресенье запасаюсь на следующую неделю чтобы уже планировать рассчитывать что буду готовить на обеды или ужины поэтому купила цветную капусту она по 159 рублей я купила две пачки так ну все остальное у меня все тут только мороженое и цветная капуста соответственно в морозилке давайте буду вам показывать что купила чек на 2000 вот так как потратить в чижике 2000 ничего не купить практически в общем смотрите что я взяла я взяла сейчас буду оливки сейчас буду делать салат вот залоги очки дальше взяла это в чижике сейчас вам буду показывать то что я купила в чижике взяла вот эту вот томатную пасту мне она очень нравится может быть что-то приготовлю у меня как раз есть сейчас одна такая задумка я призываю я купила картофель опять картошки купила вот этой египетской ранней она правда дорогая 89 рублей это в пятерочке у нас хочу сделать одно блюдо медленно варки сейчас не буду рассказывать какое но я его обязательно буду снимать на кулинарный канал медленно варки получается все очень вкусно не жирно туда не надо ни жира ничего туда не надо ни воды ничего получается все очень вкусно в общем я сейчас прям вот сейчас картошку я брала совсем для другого просто брала картошку варила ее буквально когда вчера или позавчера на ужин какая же она вкусная рассыпчатая вкусная мне почему-то кажется раньше египетская картошка была не такая вкусная как сейчас в общем взяла она по восемьдесят девять рублей на сто двадцать три рубля картошка этот пятерочки девчонки взяла пятерочки еще салат у нас только в пятерочке привозят хороший салат больше нигде особо не найдешь посмотрите какой зеленый красивый вот это масляный сто девять рублей и обычный вот такой семьдесят девять рублей я сейчас его полью поставлю в холодильник но в принципе чего я буду поливать мне надо вот этот я на салат ну ладно я сейчас поставлю в холодильник и разберусь сколько это возможно салат почему взяла 2 2 взяла потому что с расчетом сразу на завтра на завтра творог вот такой зерненый взяла в чижике как раз только-только-только его привезли выставили обожаю этот творог у меня в плане еще снять на кулинарный канал рецепт очень вкусного салата такого овощного с хорошей добавкой ой с добавкой заправкой в общем вот этот творог стоит по 64 рубля дорого да а вот этот творог взяла по 49 рублей в общем это я уже на неделю это я уже на неделю затарилась далее у меня же закончился сыр пармезанчик помните я вам говорила сейчас буду делать салат взяла сыр пармезан сыр такой стоит 219 рублей но вот я беру мне надолго в принципе хватает взяла молока бутылочку пятерочки взяла еще чеснок у меня получился он что-то ой как пахнет вкусно молодой завтра вот буду делать вот это блюдо вкусное и чеснока туда еще но нарежу прям или целенький положу в общем чеснок 200 чеснок 299 рублей вроде килограмм рублей на 37 у меня получилось а вот что я вам говорю вот у меня же чек да а я еще пятерочки списала баллы представляете у меня салат листовой вот этот обычный за 67 рублей вышел масляный салат за 90 рублей чеснок на 30 рублей он 299 рублей килограмм на 30 рублей и картофель вот этот ранний 104 рубля это у меня прошла скидка а так у нас 89 99 рублей килограмм картофеля получается 90 рублей килограмм вот этого раннего египетского в общем 350 рублей я потратила пятерочки и вот 2000 потратила в чижике и в чижике еще взяла сосиски это тоже на неделю в общем посмотрим сосиски же подорожали на 10 рублей по 189 стали и взяла рыбки вот сейчас на стол порежу вот такой рыбки получается 300 так 329 рублей сейчас я ее в морозилочку она у меня немножко подмерзнет она тогда так тоненько-тоненько режется все ничего не взяла в чижике девчонки представляете 2031 рублей вот так я говорю не взяла ничего не курицу ничего зашла еще в аптеку взяла вот такой вот пластырь солипод эффективно избавляет от сухих мозолей и натоптышей мне он очень нравится я год назад уже знаете как обычно из зимней обуви вылазишь уже там какие-то мозоли чего-то там такое не такое в общем надо уже чего-то подлечить тут целециловая кислота чайное дерево в общем я уже год назад брала такой помогает хорошо буквально неделька и вот эти все зажухлости до застарелости как бы сходят поэтому взяла 89 рублей тоже одна такая пластинка я две взяла на всякий случай потому что где-то в какой-то аптеке смотрела там дороже получается я сегодня завариновала с утра крылочки такие классные они получились сейчас поставлю их запекать в духовку пока буду салат резать они у меня такие получились чесночные здесь ой не буду говорить что здесь смотрите маринад на кулинарном канале что-то я крылышки прям давно-давно не ела ой какой аромат у меня тут еще свежий чеснок все сильнейший дождь кончился остался только маленький но обычно когда сильный дождь он ненадолго так выкладываю куриные крылышки давно что-то я их не ела да как после нового года наелась и так в принципе все сейчас выложу у меня здесь где-то килограмма полтора но это конечно же не на один раз это с расчетом чтоб и на завтра была еда маринад тут такой хороший и пускай они запекаются а я пока сейчас как раз сделаю салат аромат такой вот чесночка и приправами еще хотела потом только вспомнила что у меня хмели сунели есть но хмели сунели ладно он прям в аккурат прям в аккурат хватило тут вот остался чеснок надо его тоже вот так распределить тут совсем немножко осталось он тоже он в принципе что он даст сок такой ароматный так вот чуть-чуть видите у меня практически совсем нету тут маринада потому что в этот рецепт как бы крылья они не плавают в этом маринаде а прям чтобы каждая крылышко было промаринована это мой один из любимейших рецептов маринада правда его тоже раньше с медом этот вот без меда а вообще он делается с добавлением небольшого количества меда ну там буквально одна столовая ложка на такое количество крылышек все вот так посмотрите что я делаю сейчас я руку помою так все вот такая красота получается сейчас я немножко сейчас я немножко еще намочила вот этот пергамент прикрываю крылышки и отправляю в духовку сейчас минут 40 я люблю когда они знаете вот многие так как ты неправильно готовишь там да может быть я какой-то не супер повар я и не бью себя в грудь что я супер пойму повар я просто готовлю как говорится на своей домашней кухне для себя вот для себя готовлю не претендуя на какие там лавры и звания и готовлю по своему вкусу и пожалуйста каждый может делать так как считает нужным по своему вкусу на своей кухне каждый же готовить по-разному готовит кто-то любит более острое кто-то любит более там какое-то кислое лимон добавляет кто-то более сладкое в общем приправы специи все время приготовления это по вкусу я например люблю крылышки готовить подольше чтобы они вот прикрывать их вот так чтобы они прям пропарились внутри прям пропарились и от косточки вот так и берешь крылышку и она вот так и вот мясо от косточки прям отлетала без усилий поэтому я готовлю так вы больны готовить совсем совсем по-другому поэтому все убираю я вот это все в духовочку а сама сейчас буду мыть буду мыть овощи на салат делать салат достать вот тут наверно сделаю чем у меня чистенькая хорошенькая такой тазичек вот и все и пока крылышкой меня готовится я займусь салатом так чтобы вас не загружать потому что многие мне пишут марина надоело нам что-то режешь салаты я салат порезала без вас но кому это интересно хочу рассказать что я сюда положила у меня здесь порезалась кстати представляете такой острый вот этот нож вот у меня здесь два вида салата огурчики помидорчики и оливки все курица стоит в духовке мои крылышки еще им стоять долго потому что сами знаете как я вам уже сказала я люблю подольше в принципе им достаточно если у вас хорошая духовка потому что у меня духовка в плохенькая такая вот если в принципе у вас духовка хорошая и мы 40 минут достаточно у меня когда она раньше я ее только купила когда она была хорошая они прямо где-то минут за 40 за 50 прям такие пыши ли уже были готовы и прям такие были знаете вот порезалась больно теперь такие были хрустящие такая корочка у них была такая вот зажаристая за 40 минут а сейчас знаете часа полтора что они у меня стоят 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 а вот и ныне там в общем крылышки стоят салат я порезала сейчас уберу в холодильник я его не солила пока ничем не заправляла в общем это я выкину немножко здесь было вот этих оливок я их все порезала обычно вы же знаете на два раза оставляю в общем сыр сыр посолю и заправлю вот этим маслом ароматным когда уже будут готовы крылышки да все и рыбку еще красную надо нарезать вот сюда наверное нарежу что у меня тарелочка там наверное я ее тоже сейчас нарежу и режу рыбу а салат пока в холодильник ну и вот такая рыбка классно нарезалась да классно так получилось вот я ее чуть-чуть подморозила пока мыло овощи пока салат резала и она порезалась прям как по маслу главное самое главное это хороший острый нож то красиво еще на тарелочке да смотрится так еще красивенько так и я и на нее шапочку сейчас вот так сделаю очень удобно вот так делаю шапочку вот и отправляю в холодильник ну теперь остается дождаться только куриные крылышки которые еще но у меня точно будут минут 40 стоять 50 и я к вам вернусь пока у меня стояла курица опять дождик начался с новой силой так куриные крылышки у меня стояли где-то примерно час двадцать сейчас я вам их покажу салатик заправляю забыла сегодня в чижике купить ароматное масло так чем я заправляю салат просто солью морской причем надо по вкусу потому что у меня тут все же будет сыр вот эти вот оливочки они салоноватые остальное в принципе все такое пресненькое ароматное масло буквально две столовые ложечки у меня тут дозатор ну я на глаз так делаю ну у меня вообще не жирно получается вообще не жирно вот еще на одну заправочку салата мне хватит как же я могла как же я могла позабыть так и сыр ну что на своей вот этой решке как она называется девочки мне писали там решке не помню как называется это терка ну в общем хорошая очень терка именно для сыра и вот так вот она очень острая надо с ней вообще аккуратно я если честно даже ее и мыть мыть боюсь мою всегда с помощью тряпочки ну губочки для мытья посуды ой дождик какой вроде бы закончился я думаю думала все нет посмотрите опять припустил решила я сегодня не помню рассказывала вам не рассказывала решила сейчас сделаю вот этот ужин и включу кино хочу посмотреть старые ужасы не знаю пока еще что сейчас по настроению там полистаю в общем или кошмар на улице вязов или хэллоуин или пятницу 13 в общем что-нибудь такого плана так все терку я мою сразу чтобы это все все и перемешиваем так все руки помою стеркой крылышки готовы сейчас вам покажу вот и как раз и таймер примерно где-то час двадцать они у меня стояли опа сейчас я аккуратно смотрите какая красота ой я забыла в салат порезать ялтинский лук ну ладно уже не буду потому что если честно уже хочется есть долго стояли крылышки но ничего страшного порежу завтра сегодня будет у меня без ялтинского лука ну вот завтра буду делать и порежу в принципе ялтинский лук можно даже просто нарезать крупные огурцы помидоры листья салата так крупно порвать и ялтинский лук сверху нарезать я тоже так люблю как бы так в прикусочку ладно не буду да жалко конечно я думаю что-то я забыла что-то я забыла ялтинская луковка она тоже дает я ее тонко-тонко так режу она дает свою пикантность свой вкус смотрите какой салат сыр его прям обваливает и очень вкусно так все я курочку выкладываю вот сюда сейчас на эту тарелочку это просто прелесть конечно же это не все сейчас это просто я снимаю для кулинарного канала соответственно мне надо сделать фотографию завершить видео все чтобы было красиво вот так вот показать конечно же все это очень вкусно красиво посмотрите какая красота так я по кругу их можно на листья салата выложить можно на лаваш обычно если вдруг там гости да хочется как-то удивить как-то удивить и обычно я это делаю на листьях салата представляете кто-то приехал включил музыку вообще на других людей пофигу да главное такой король король приехал так вот так вот так все такая получается шикарная курица сейчас я тоже сниму вот прелесть концовку видео хорошо если бы конечно она была на лаваше вот такая красота а какой же вкусный маринад мне так нравится собирать вот эти шкварушечки с формы с формы это очень вкусно смотрите на кулинарном канале это и правда вкусненько да очень вкусненько вкуснятина все всем пока пока